Как вы думаете, произойдет ли какой-то сдвиг, если президент Трамп будет избран? Я не верю, что есть какая-то разница, потому что стремление разрушить российско-американские отношения, включая все соглашения о стратегической стабильности, паритете, взаимном доверии, инспекциях, прозрачности и так далее, все это начало рушиться из-за президента Буша-младшего, когда он сказал президенту Путину, Вы знаете, я выхожу из договора о противоракетной обороне И возврата к этим договорам нет Комплекс превосходства и безнаказанности становится слишком глубоким Те, кто проигнорировал огромное количество доброй воли, проявленной Путиным во время его первых двух сроков, кто просто сказал, хорошо, этот парень такой милый, что мы будем держать его у себя в кармане Те, кто просчитался во всем, должны переосмыслить свои действия Вместо этого мы видим, что нынешнее поколение политиков в Соединенных Штатах не извлекло ни единого урока из той неприемлемой политики Которую Соединенные Штаты начали продвигать после распада Советского Союза У нас не было возможности обсудить что-либо подобное с президентом Трампом или с кем-либо еще в Соединенных Штатах У нас не было возможности обсудить что-либо с американцами Потому что нынешняя администрация не заинтересована в каком-либо диалоге, кроме как время от времени по вопросам функционирования двух посольств в Вашингтоне и в Москве, а также представительства в Нью-Йорке, но не по каким-либо политическим вопросам Мы были бы готовы выслушать любого, кто искренне заинтересован в восстановлении справедливости в отношениях между Россией и Украиной Президент Путин неоднократно заявлял, что это неправда, когда кто-то говорит, что Россия выступает против переговоров На самом деле Энтони Блинкен сказал это в Давосе несколько дней назад Это неправда Россия всегда подчеркивала, что любое серьезное предложение, которое включало бы обсуждение ситуации на местах И достижение решения, которое гарантировало бы законные национальные интересы России Цель очень проста В последний раз мы публично предупреждали об этом Ну что же, начиная с 2008 года, возможно даже с 2007 года Расширение НАТО, вопреки всем обещаниям, данным Ельцину и Горбачеву, не расширять Североатлантический Союз, зашло слишком далеко Пять волн расширения, а затем НАТО в конце 2021 года обнаружило, что Альянс находится как раз на границах Российской Федерации Большая часть Запада считает, что это нарушение, как в 2014 году, так и в этой интервенции, является нарушением суверенитета Украины Запад полностью и откровенно дискредитировал себя Почему это Запад, когда более 140 стран в Генеральной Ассамблее проголосовали за осуждение этого вторжения? Для нас не важно, кто и каким образом голосовал Потому что я знаю, как американцы, британцы и некоторые европейцы получают все эти голоса У меня много друзей в Нью-Йорке, и когда эти резолюции были проголосованы, я спросил, почему они проголосовали таким образом И они сказали мне, знаете, мне немного стыдно, но вы понимаете, что я хожу сюда уже 10 лет Они пришли ко мне и сказали, не забывай о том, что твои дети учатся, и не забывай, что твой банковский счет не является таким-то банковским счетом Значит, ваш Подождите секунду Вы предполагаете, что на большинство из этих стран оказывалось давление со стороны Соединенных Штатов? Не большинство, а все они Как сказал генеральный секретарь Гутериш, события 7 октября имеют определенный контекст Варварству, совершенному 7 октября, нет оправдания Этот гнев породит все больше и больше поколений, которые будут чувствовать, что их бросили и обманули, что организация объединенных наций Все единодушно признают государство Палестина И это не предсказание, но я убежден, что если эта несправедливость не будет исправлена и не будет создано палестинское государство То время от времени будут возникать все новые и новые вспышки насилия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok